Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Президент России Владимир Путин объявил в следующую неделю в России нерабочий. В стране вводят небывалые меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Во французской стороне в режиме карантина эксклюзивные кадры из страны Беретов и Круассанов специально для нашего телеканала. Количество диспетчеров увеличилось. Самарская станция скорой помощи перешла в режим повышенной готовности. Следующая неделя в России объявлена нерабочей. С субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. С сохранением заработной платы. Об этом в своем обращении к жителям рассказал Владимир Путин. О том, что президент выступит перед нацией, стало известно сегодня утром. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Изначально обращение было назначено на 15 часов по московскому времени, но в итоге прозвучало только через полтора часа. Основные тезисы выступления записала Елена Малютина. Путин просит россиян проявить дисциплину и ответственность, соблюдать все рекомендации врачей и прежде всего побыть дома. В своем обращении он поблагодарил всех медиков и ученых, которые на переднем крае борьбы с инфекцией, за работу. Отметил, что благодаря заранее принятым мерам в целом удается пока сдерживать распространение. Но Россия в силу своего географического расположения не может отгородиться. Полностью заблокировать проникновение инфекции в Российскую Федерацию. Длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Работать в эти дни будут все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней. Владимир Путин в своем обращении отметил, что остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Под ударом оказалась вся мировая экономика. Поэтому предусмотрены меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Также все соцспособия и льготы в течение ближайших шести месяцев продлеваются автоматически, без хождения по инстанциям. То есть в этот период подтверждать доходы малоимущим не надо. Также президент Владимир Путин заявил о переносе голосования за поправки в Конституцию на более позднюю дату. Абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования. Президент призывает проявить сплоченность и понимание в сложившейся ситуации. Елена Малютина, События. После обращения президента в Самаре началось заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Встреча прошла за закрытыми дверями. На месте работала наша съемочная группа. Подробности о том, какие решения были приняты, мы расскажем в следующих выпусках. Но в Самаре временно закроются ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Такое решение по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России опубликовали на сайте Кабинета министров. Распоряжение касается всех регионов России. Также поручено запретить курение кальянов в барах, кафе и ресторанах. Кроме этого, Министерство транспорта и Министерство обороны должны представить правительству перечень аэропортов, которые могут принять рейсы из стран с коронавирусом с указанием технических возможностей указанных аэропортов. Самарским пенсионерам, которые находятся дома на карантине, помогут волонтеры-медики. В городе приступил к работе штаб, организованный совместно общероссийским народным фронтом и добровольческими сообществами. Их задача – помочь пожилым людям, которые наиболее подвержены воздействию вируса. Пока в ряды активистов записали 49 человек, но в штабе рассчитывают, что их будет больше. В частности, готовность к работе выразили студенты Самарского медицинского университета и колледжа имени Ляпиной. Волонтеры будут помогать в покупке продуктов, лекарств и оплате коммунальных услуг. В штабе работает горячая линия. Обратиться за помощью пожилые люди могут по телефону, размещенному на экране. Перед тем, как отправиться к подопечным, волонтеры проходят подробный инструктаж. Мы измеряем обязательно температуру тела, когда волонтер пришел. Затем получают индивидуальные средства защиты – это маски, перчатки и индивидуальный антисептик. Что должно? Мы оговорим волонтеру, что общение должно быть в маске и в перчатке на расстоянии двух метров. Мне хочется призвать всех неравнодушных людей, волонтеров, молодежь, которые сейчас находятся на дистанционном обучении, приходить, помогать к нам в штаб, который организован совместно с Российским народным фронтом, волонтерами, медиками. Из-за ажиотажа покупателей в некоторых магазинах выросли цены на отдельные товары. Антимонопольная служба отслеживает ситуацию. В соответствии с поручением ФАС России в Самаре организована работа горячей линии, по которой граждане организации могут направлять информацию о случаях повышения цен на продовольственные товары. Телефон горячей линии на экране. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9 утра до 12 ночи. Из-за коронавируса банкоматы в Самаре будут выдавать ограниченные суммы денег. Такая мера позволит снизить риск заражения при использовании наличных. Перейти на бесконтактную оплату по картам в банках, а также ограничить выдачу наличных, рекомендовал Центральный банк России. Таким образом, каждый банкомат в Самаре переведут только на один режим. Либо на прием наличных, либо на их выдачу. Около половины банкоматов в регионе работает в режиме ресайклинга. То есть люди при снятии получают деньги, которые ранее внесли другие вкладчики. Некоторые банки уже отключили эту функцию. Также Центральный банк рекомендовал хотя бы три дня хранить наличные деньги, которые были получены от граждан. При этом машинки для считывания денег будут постоянно дезинфицировать. Свыше трех тысяч звонков в день принимает Самарская станция скорой медицинской помощи. В условиях повышенной готовности организация увеличила количество диспетчеров до максимума. Как сейчас организована работа станции, проверила Мария Левина. Скорая самородинация, здравствуйте. Если театр начинается с вешалки, то скорая помощь с диспетчерской службы. Наталья Столярова в медицине уже больше 30 лет. Начинала фельдшером скорой. По состоянию здоровья пришлось уйти с линии. Но с любимым делом прощаться не стала. Последние 18 лет трудится диспетчером, что не менее ответственно, чем приезжать на вызов, уверяет специалист. От того, как поговоришь с обратившимся за медицинской помощью, часто зависит отношение людей к бригаде, приехавшей на вызов. Оперативное дело – это сеть скорой помощи. И поэтому все зависит от нас. Как мы приняли вызов, так значит и с работы бригады, линии. Все, естественно, идет от нас. И поэтому нужно, конечно, быть внимательным. Это тоже не менее сложно, чем на линии. В условиях повышенной готовности, связанных с новым коронавирусом, на станции скорой помощи приняли решение увеличить количество операторов до максимума. И днем, и ночью дежурят все 15 человек. В таком режиме работали только во время Чемпионата мира по футболу в 2018-м. Обычно количество дежурных операторов варьировалось от 5 до 13 человек, в зависимости от времени суток. У всех операторов появился новый обязательный вопрос, невзирая на симптомы, с которыми обращается человек. За границу не выезжали? В контакте не были? Многие звонят в скорую помощь только потому, что вернулись из-за рубежа, чтобы проконсультироваться, при этом не чувствуя никаких симптомов. Но скорая не должна консультировать. Для этого есть горячая линия специально по коронавирусной инфекции. Есть и те, кто обращаются уже с симптоматикой. В этом случае диспетчер перенаправляет вызов старшему врачу. Их на станции трое. Они решают, направлять ли бригаду по адресу, либо передать вызов районной поликлинике. В случае, если бригада все же выезжает, все фельдшеры пользуются специальной экипировкой. Когда диспетчер 0-3 собрал уже полностью питанамнез, и нам понятно, что здесь возможно подозрение на новую коронавирусную инфекцию, как ее сейчас называют. Об этом диспетчер сообщает бригаде, которая в ближайшую находится, свободную бригаду, чтобы они соответствующим образом экипировались. То есть средства индивидуальной защиты одевали. Помимо того, что в данный период времени все бригады у нас в медицинских масках ездят, они еще, у них присутствует средство индивидуальной защиты, это защитная одежда. То есть они облачаются, там различные модификации, это одежда есть, то есть полностью сами все покрываются. То есть перчатки одевают, маску, головной убор, там что-то в виде очки. Если уже при осмотре у пациента замечают признаки инфекции, человека определяют на обследование в стационар. В среднем в день возникает около 10 таких подозрений, говорят медики. Чтобы определить бригаду на вызов, работает еще один отдел операторов. За каждым закреплено по 15 групп фельдшеров. По монитору они смотрят, кто освободился, и направляют их по адресу. Проконтролировать можно и точное место расположения машины скорой помощи, и даже скорость автомобиля. Вот она, где проезжает Самарская, что все это впечатление. Врачи Самарской скорой помощи держат руку на пульсе. Регулярно они проходят переаттестации, поэтому всегда обладают актуальными знаниями. Мария Левина, Василий Калдашов, События. Проблему нехватки марлевых масок решают буквально всем миром. К этому подключились и подопечные центры дневного пребывания здоровья. Цех трудовой реабилитации ежедневно выдает на гора более тысячи масок. Кому пойдут столь нужные средства защиты, расскажет Олег Зверев. Для Игоря Галкина шитье любимые занятия. За швейной машиной он работает уже 10 лет. Раньше подопечные реабилитационного центра здоровья шили халаты, майки и постельное белье. Теперь перешли на стратегически важный товар. Все 25 машин строчат защитные маски. Я знаю, многие организации сейчас, которые шьют что-то, они тоже подключаются, потому что их не хватает в стране. Также и наш центр. За день в этом цехе шьют больше тысячи масок. Половина из них сегодня отправилась в центр социального обслуживания. Там они нужны социальным работникам. Санкетарно-эпидемиологическая ситуация требует того, чтобы мы перестроили свою работу. Мы, я считаю, своевременно отреагировали на это и уже в течение более чем 2 недели свое производство перестроили на пошив масок марли. Всего в числе получателей 15 организаций подведомственных Министерству социально-демографической и семейной политики. Олег Зверев, Константин Головин, События. В большинстве стран мира из-за коронавируса введен режим карантина. Жительница Самары Мария Соловьева сейчас оказалась заложником ситуации. По работе она оказалась во Франции. Обратный билет был куплен на 7 апреля. Но вылеты отменили на неопределенное время. Мария сейчас находится далеко от центра в провинции. Там режим карантина не такой жесткий, как в Париже. Вот что она рассказывает. 16 марта был принят закон, ограничивающий права и свободы граждан, находящихся во Франции. Теперь для того, чтобы выйти из дома, необходимо заполнить бумагу, в которой указывается имя, фамилия, отчество, дата рождения, причина для выхода из дома. В первые дни после перехода на этот спецчрезвычайный санитарный режим жизни в магазинах наблюдался ажиотаж. Были огромные очереди, люди скупали все, что можно. И в эти дни было принято решение об ограничении продажи некоторых категорий продуктов в одни руки. Например, я была свидетелем того, как молодому человеку на кассе не продали 4 пачки макарон, только 2. А кассир очень деликатно объяснил, что не нужно быть эгоистами, нужно думать о других и проявлять солидарность. Слово солидарность звучит из каждого утюга. Все чиновники, у которых берут интервью, и представители власти, которые объясняют новый порядок жизни, все буквально начинают и заканчивают свою речь с этих слов о том, что Франция на войне с вирусом. И теперь для того, чтобы проявить солидарность и думать о других, необходимо быть всем вместе и в едином порыве соблюдать эти новые правила. Я не могу сказать, что есть какой-то ажиотаж по поводу каких-то конкретных продуктов. В первые дни он был, но люди бы хватали все подряд, в том числе туалетную бумагу и макароны. Гречки здесь просто нет, но я думаю, что если бы она была, то и ее бы брали. Поэтому все крупы, которые были, возможно, скуплены, вся консервация, которая есть, скуплена. И еще большой популярностью пользуются все виды заморозки, все, что долгого хранения, все, естественно, было скуплено. Но очень быстро были пополнены полки, и народ, я думаю, в течение недели поймет, что как-то вот так тоже можно жить. Города опустили, в городах курсируют жандармы, которые задают вопрос, подходя ко всем подряд на улице и спрашивая, что вы здесь делаете и по какой причине вы здесь находитесь. С сегодняшнего дня было принято новое ужесточение, которое регулирует нахождение по причине физических упражнений, ну, спорта, бега, не больше часа и не дальше одного километра от дома. По двое ходить нельзя, в магазин ездить по одному. И, собственно, в некоторых городах численностью больше 10 тысяч населения принято правило комендантского часа. С вечера до утра никто не имеет права находиться на улице. Меры довольно жесткие, французы им очень радуются, потому что всю прошлую неделю они об этом просили. Все-таки им кажется, что с ними надо пожестче. И правительство пошло им навстречу. Сегодня уже тестируют дроны для того, чтобы следить за людьми, находящимися на улице. И я думаю, что они в течение недели начнут их использовать. Проснулся, умылся и принялся поглощать новые знания. Студенты Самарского медицинского университета начали учиться в дистанционном формате. Как проходит обучение и возможно ли удаленка для студентов-медиков, расскажет Мария Левина. Антон Авраменко – главный внештатный специалист областного Министерства здравоохранения по детской кардиологии. Сердечно-сосудистый хирург Самарского кардиодиспансера. Сегодня немного в ином амплуа. Он главный лектор для студентов-медиков. Лекции проходит необычно, а аудитория пуста. Перед преподавателем лишь экран монитора. Впрочем, формат дистанционного обучения лектору по душе. Иногда, признаюсь честно, преподавателям доставляет не очень много удовольствия одно и то же в лекционном формате повторять разным группам с небольшим промежутком времени. Иногда хотелось бы действительно, чтобы можно было один раз лекцию записать и уже потом ее, скажем, не прилагая дополнительных усилий, воспроизводить новым группам студентов. Юлия Симоненко учится на четвертом курсе, успела оценить дистанционное обучение. Пока в восторге. Одни сплошные плюсы, рассказывает студентка. Никто не мешает слушать преподавателя, можно легко совмещать с работой, ведь видео воспроизводится в записи и в любой непонятный момент можно включить перемотку. Однако по университетским аудиториям соскучилась. Сидеть дома это скучно, хочется и общения с преподавателем, общения с пациентами. Все-таки мы в практическом университете учимся и нам нужна практическая медицина, нам нужно видеть клинические случаи, нам нужно это самим слышать, самим пальпировать, все это чувствовать на себе. А когда ты лекции, да, не отрицаю, лекции это здорово, это хороший вариант, а вот практические занятия, конечно, я по ним соскучилась. Сейчас в Самарском медицинском университете работают над созданием интернет-платформы, где будут собраны все ресурсы дистанционного обучения. Мы начали такую планомерную работу, которая заключается в том, что мы с кафедрами переводим определенный участок или определенную часть материала в дистанционный формат. Это и видео лекции в основной своей массе, потому что определенная специфика в медицинском образовании, конечно же, есть. Ну и готовим так называемые видео уроки, ведем видеоконференц-связь как и со студентами, так и с представителями врачебного сообщества. Дистанционное обучение вовсе не означает каникулы для студентов. Посещение серверов с учебными материалами контролируется, там же всегда размещаются домашние задания. Мария Левина, События. В Самаре продолжают ликвидировать последствия снегопада, который шел почти двое суток. Особое внимание контролирующих ведомств сейчас к состоянию самарских дворов. Ликвидировать снежные горы – такая задача стоит перед управляющими организациями. Важно, чтобы и сами жители не создавали препятствия во дворах в виде припаркованных автомобилей. Олег Зверев продолжит. В Самаре уже в ближайшие дни установится по весеннему теплая погода. Но рассчитывать, что снег растает сам собой, не стоит. А следить за порядком во дворе управляющие компании обязаны вне зависимости от погоды. Возле этого дома на улице Аксакова всегда порядок, рассказывают жители. Всегда все чисто, всегда все своевременно. Маленькие тракторишки проезжают в 2 часа ночи, в 6 утра и еще днем. И не вот тебе как-то куча такие, что невозможно, а все так складировано, снег подготовлен к вывозу. Задача в том, чтобы в каждом самарском дворе было так же. Усилить работу по расчистке дворов – такое поручение дал губернатор на оперативном совещании в региональном правительстве. Мобилизованы все муниципальные предприятия и управляющие компании. Но есть серьезные проблемы, припаркованные во дворах автомобили. Все силы управляющей компании брошены на очистку дворов, соответственно. У жилищной инспекции все эти мероприятия находятся на контроле. Первый адрес мы видели, идеально все убрано, машин нет, управляющая компания своими обязанностями хорошо справляется. Второй адрес, к сожалению, собственники, которые менее ответственные, оставляют машины на проезжей части, техника не проходит. Государственная жилищная инспекция ведет мониторинг в состоянии самарских дворов, а также принимает жалобы в тех случаях, когда коммунальщики работают недобросовестно. Однако и сами жильцы должны проявить сознательность, тем более, что за уборку они платят. Олег Зверев, Николай Сидоров, События. Работы по реконструкции фабрики кухни будут идти в круглосуточном режиме, начиная с апреля. Об этом стало известно на выездном заседании рабочей группы. В нем принял участие депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Укладываются ли строители в график, а когда планируется открытие, узнала Лариса Шлафаст. В здании фабрики кухни рабочие практически завершили очищать стены. Памятник архитектуры преподносит сюрпризы. Под слоем штукатурки рабочие обнаружили старинные кирпичи. По одной из легенд, при строительстве здания использовались кирпичи Николаевского мужского монастыря. Но так ли это на самом деле, еще предстоит проверить. Мы будем еще консультироваться тоже с историками, насколько это все реально. Но мы приняли решение, что, конечно, те кирпичи, которые находятся в местах, так скажем, доступа посетителей, оставить их открытыми, без штукатурки и подобрать, собственно, справочную информацию, что это были за заводы, в какое время они могли быть произведены. Работы на объекте идут по графику. Сейчас в ремонте задействовано почти 100 человек. Площадка обеспечена электричеством. Решен вопрос и о переносе газораспределительной станции с территории музея. Мы ставим себе задачу 1 декабря полностью вынести отсюда газопровод и КГРП и на этом тему закрыть. Особое внимание благоустройству, прилегающее к объекту территории. Разработан комплексный проект. Планируется обновить скверы, установить новые остановки. Работы будут финансировать из регионального бюджета. Нам важно, чтобы не только само здание было музейным объектом, но и музейным объектом и музейным пространством было все вокруг него, чтобы здесь максимально все жило и работало для людей, для туристов, для жителей города, региона. С 1 апреля работы на объекте будут вестись круглосуточно. Завершить ремонт должны в 2021 году. Тогда же со зданием начнут работать музейщики, готовить открытие филиала Третьяковской галереи, который собирается разместить в здании Самарской фабрики кухни свои основные фонды 20 века. В обновленном виде здание должно предстать перед жителями Самары к началу 2022 года. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События. По народным приметам прилет грачей предвещает раннюю весну. Это даже запечатлено на известном полотне Алексея Саврасова «Грачи прилетели». В середине марта отмечают День грачей. Но до сих пор ни одна наша съемочная группа вестников весны в Самаре не заметила. Есть те, кто рад любой погоде. Главное – сам факт наступления календарной весны. Куда пропали вестники тепла, разбиралась Мария Левина. Работа над знаменитой картиной «Грачи прилетели с Саврасов» начинает в 1871-м. Полотно состоит из нескольких этюдов, написанных в Костроме у Вознесенской церкви, которая существует и ныне. Но только тогда художник и предположить не мог, что его работа станет важнейшим этапом в развитии русской пейзажной живописи. В середине марта на Руси принято праздновать грачевник. С давних пор грач пользуется уважением у славян. По поверьям, эта птица способна очистить дом или двор от нечистой силы. Также считается, что грач – предвестник весны и истребитель вредоносных насекомых. Это грачевник, так называемый, который сопряжен с ожиданием прилета данных птиц. И, соответственно, на основе этого родились различные приметы. Допустим, грачи прилетели, значит, через три недели можно делать засев и в прочем духе. Но сейчас, можно сказать, это стало не так актуально в связи с изменением климата. Из-за того, что зимы становятся теплее, а города все более густонаселенными, птицы приспособились и в большинстве своем предпочитают не совершать утомительного перелета на юг, а отсидеться на родине. Днем грачи живут в полях, а ночью прилетают в город, чтобы кормиться. В поисках пищи птицы проявляют изобретательность. Используют щепочки, палочки. Вот японские вороны научились орехи подкладывать под колеса автомобилей на красный свет на перекрестке. Ждут следующего красного света и собирают ядра. Раздавленные, конечно, но орех колоть не надо. Палочками насекомых собирают. Верить народным поверьям или нет – дело каждого. Но найти грачей нашей съемочной группе не удалось. А весеннюю погоду за окном сменила зима. Однако отчаиваться не стоит. После того, как мы уже закончили работать над материалом, буквально под окна редакции «Самары ГИС» прилетел вестник тепла. Мария Левина, Николай Епифанов, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Удачи вам! Не болейте! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...